Как заставить мужчину дарить ей подарки? Брат Дэнни, он родной, сводный или двоюродный? У меня стали влоги, немного другие, но и много вопросов, конечно же, как всегда, про мужа, про личную жизнь. Будете ли вы официально расписываться с мужем? И если да, то хотели бы шикарную свадьбу или просто скромный поход в ЗАГС? Всем привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй. Сегодня у нас будет видео «Вопрос-ответ». Я в своем инстаграме сделала пост, где вы могли задавать свои вопросы. Очень много вопросов прилетело. Сейчас попытаемся со всеми с ними разобраться. Кому интересно, оставайтесь со мной. 157 вопросов я вижу под постом. И, честно говоря, мне немножко даже страшновато их открывать, потому что есть вопросы, и они продолжаются. И это одна из таких наболевших тем, я не знаю, ну, как бы моих наболевших, да, и ваших, ну, вы не устаете задавать вопросы там про моего мужа. Это я так прошлась легонечко. Вот, ну, сейчас посмотрим. Так, ну, пока по бьюти тематике задают вопросы, хотела бы еще нарастить волосы. Тебе с длинными волосами очень хорошо, очень идет. Как видите, у меня волосы отрастают очень быстро. У меня уже свои длинные волосы. Мне уже кажется, что эта длина длинная. Я уже могу крутить, делать какие-то объемы, какие-то прически. И меня совершенно не напрягает. И, ну, как бы, я планирую отпускать волосы, но свои. Мне со своими комфортно. Наращивать пока не планирую. Но с длинными мне хорошо, я знаю, и я очень хочу отпустить волосы. Настя задает вопрос, какая у тебя цель номер один на сегодняшний день. Цель номер один на сегодняшний день... А, на сегодняшний день прям это снять видео, три видео как минимум, пойти в садик на родительское собрание. Два видео, кстати, я уже сняла. Это вот второе и еще третье. У меня уже болит спина. Вот. И хотелось бы отправить посылки девочкам. У меня распродажа на моем втором канале, в моем шоуруме. Я сняла отдельное видео. Наконец-таки я это видео сняла. И как посыпались с утра просто сообщения, просто на одну вещь в очереди по 4-5 человек. Очень быстро все разбирают. Я прям не ожидала, честно говоря. Я рада, что все нравится. Вот. И у меня уже там очень много посылок. Надо отправить их. Тоже хочу в ближайшее время. Ну, сходить на родительское собрание. И, наверное, все на сегодня. Яна задает вопрос. Привет, Селена. Очень интересно, почему не поехали с Дэней в Беларусь? Вы так готовились к этой поездке? Немножко поменялись планы. И надобности туда ехать уже не было. Брат Дэни. Он родной, сводный или двоюродный? У Дэни братьев очень много. И сестер, на самом деле, по папиной линии просто огромная семья. И там очень много детей. Поэтому у него братьев и сестер много. Те, которые приезжали, это старший брат Никита и старший брат Евсей. Это дети сестры моего мужа. И это вот одни из близких. Получается, что они двоюродные. Правильно? Двоюродные. Два брата старших. Также у моей свекрови есть сестра, есть брат. И у них тоже, по-моему, есть дети. Но точно у бабушки Оли есть дети. А это тоже братья. Короче, я запуталась уже. Их так много, что моя голова просто не переваривает. Но я надеюсь, что мы в скором времени все познакомимся и будем поддерживать отношения. Потому что большая семья, это очень круто. Все, как я мечтала. Ой, очень интересно задает вопрос девушка, как добиться того, чтобы муж перестал экономить на мне, начал сам давать деньги на маникюр, одежды и так далее. Если можно, не показывать, что это я задала вопрос с видео. Я вообще не буду вставлять сюда видео, вот эти вопросики, да, кто что задал. Ой, у меня было когда-то видео девочки такое на эту тему, да. Как заставить мужчину дарить ей подарки или что-то такое. Ну, не как заставить, я как-то там интересно перефразировала, по-моему. Но суть та, что мы никогда никого не заставим нам ничего дарить. Нужно просто изначально найти мужчину, который хочет вам дарить, который любит дарить. Знаете, вот есть люди, есть люди жмоты, и они все экономят, на всем экономят, они даже для себя экономят. А есть люди, которые щедрые. Им просто по кайфу дарить подарки, радовать людей. Они внимательны в мелочах, и потом это припоминают и делают приятно. Ну, просто у них такой склад ума, им вот по кайфу, такая энергия, вот любят. Это одно из качеств, на самом деле, щедрость. И если у человека нет этой щедрости, то, блин, ну что бы ты ни делай, что ты не изгаляйся как, да, и не крути ему яйца, грубо говоря, да. Но это все не то будет, да, когда мы за что-то там выпрашиваем, а другое дело, когда сам с удовольствием. Просто должен быть такой мужчина. Поэтому если вы изначально выбрали мужчину нещедрого, то, ну, смиритесь, возможно, у него есть какие-то другие качества хорошие. А в этом плане, ну, значит, надо говорить, значит, надо говорить. Мне вот это, вот это, вот это. Либо заведите себе работу, такая, чтобы вам нравилось, и чтобы вам со своего кармана хватало на все эти дела. Ну, короче, как можете, так и добивайтесь своего. Вот, но так, чтобы человек, который не заточен, дарить подарки и проявлять инициативу, блин, очень сложно переделать. Так, со спортом завязали, спрашивают меня. Да нет, не завязала со спортом. Все, все будет. На время завязала, можно так сказать. Многие, кстати, мне пишут, что у меня стали влоги немного другие, более обрывистые, да. Ну, на самом деле, я согласна, влоги стали у меня немножко другими. Мне сейчас сложновато снимать все это дело. Но, вы знаете, есть разные периоды вообще у людей в жизни. Меняется. Ну, это как бы нормально, когда все меняется, и что-то, какие-то ценности, приоритеты, да, что-то вот так вот меняется. И это нормально. Удивительно, когда пишут какие-то, ладно, просто замечают, что, да, изменилось, там что-то не то, но это же хорошо, когда что-то меняется. Все меняется. Что я могу на это вам сказать? Я немножечко тоже внутри поменялась. У меня немножко поменялись приоритеты. Мне захотелось больше отдыхать, больше находиться дома. Мне вообще хочется жить. Так как работаю я, так как я снимаю это видео, может быть, так как снимаю я эти видео, может быть, кажется, девчонки, что блогерство и все это, ну, такое простое, да, вы сели, посмотрели этот часик ролика, и вам кажется, ну, да, там, ну, чё, чё, брала камеру, где-то поснимала. Но вы не знаете все, что за этим всем стоит, чтобы это выложить, чтобы это поддерживать, чтобы это все время снимать. Какие могут быть нервы ради того, чтобы снять вам какой-то интересный эпизод жизни, да, чтобы вам кого-то показать, как люди часто реагируют на камеру, да, как там охранники в этих же магазинах реагируют на камеры, когда вас посылают там, типа, здесь нельзя снимать, понимаете, когда к вам лезут там камеру кто-то, когда кто-то не хочет сниматься, или когда кто-то говорит, ага, ты мне должна денег за то, что я там в кадр попал на три секунды, и из-за него смотрят теперь этот ролик, хайпит, хайп поднимает мне кто-то, понимаете. И очень много всяких таких нюансов. Плюс бывает, ты в заморочке идёшь в магазин, например, да, сколько часто у меня бывало, я прихожу домой и думаю, блин, я вообще забыла камеру включить, потому что у меня там в голове надо вот это, вот это, вот это. У меня постоянно всё это в голове удерживается. Ну и сейчас просто немного стало сложнее. Вот. И это я вам скажу к тому, что это не жизнь, это постоянная работа, постоянное движение. Но когда ты постоянно этим занимаешься, слово «постоянно» нас преследует сегодня, да, в этом ролике, ну когда-то ты захочешь отдыха, тебе когда-то захочется выдохнуть. И я вам скажу, что как только я начала заниматься блогерством, я не назову свою жизнь жизнью. Я мало наслаждаюсь. То есть я всё время нахожусь, такое слово, сейчас у нас пошла там какая-то идея в Инстаграме, да, начали говорить слова, слова, которые раздражают. В потоке. Одно из слов. Слово «в потоке». Но я вот реально бы характеризовала, я в каком-то потоке, меня несёт куда-то волной. А я хочу остановиться. Я хочу остановиться, оглядеться вокруг, почувствовать, да. А мне некогда. Из-за того, что у меня в голове вот так вот всё работает, тело моё бежит куда-то, не успевает за моими мыслями, понимаете, и планами. Просто физически я не успеваю сама за собой. И получается, что я ложусь, открываю глаза, и как будто я не спала, и снова, вот так, как белка в колесе. И вот я немножко собираюсь приостановиться, и вот, пожалуйста, влоги уже становятся не те, да, вам чего-то не хватает. Просто я всё время брала камеру, а теперь я не всё время её беру. Сейчас я стараюсь брать её, именно когда в моей жизни что-то происходит, вот прям динамичное, что-то вам показать. А бывает ничего за день, за два и за три не происходит. того, чтобы я могла бы вам показать. Поэтому вот так немножечко получается. Но вы не думайте, что я прям так халатно отношусь, да, я поддерживаю, я хоть что-то показываю, что-то говорю, и хочу держать вас в курсе того, что происходит со мной. Вот. И, ну, поймите и простите, такое бывает. Добрый день, как провели время со свекровью? Время со свекровью прекрасно провели, и она должна была уехать, но по определённым обстоятельствам она не уехала, и сейчас она временно пока что живёт у нас недалеко здесь, да, в соседнем доме, можно сказать, и помогает мне. У нас с ней прекрасные отношения, мне она очень нравится по энергетике, по характеру. Хороший, добрый, светлый человек. Вот. И прекрасно. Проводили время прекрасно и проводим при возможности. Ожидать ли нам той старой селены или теперь всё будет по-новому? Я к тому, что последний месяц, наверное, другая энергетика у вас в видео, и пропала та искренность, за которую так любила вас смотреть. Чувствуется недоговорённость, ограничения какие-то. Это вам можно видеть, а это уже нет. Раньше такого прям явного не было. Хочется как раньше быть вашими вторыми глазами частью вашей жизни. Вот опять же, да, к тому же. Я понимаю, что хочется, хочется много, но, знаете, тот самый момент, когда стоит задать себе вопрос, какого хрена мне это так интересно, да? И почему бы не наслаждаться тем, что есть? Юля задаёт вопрос, дай совет, как справиться, если чувствуешь, что всё не так, душа рвётся, слёзы льются, но вроде бы всё хорошо. Всё хорошо, да не всё хорошо. Совет здесь, быть внимательным к себе, потому что просто так такое состояние не рождается. Только если, ну, может быть, гормоны, хотя гормоны тоже, знаете, такая вещь, ты просто более чувствителен, мне кажется, становишься каким-то вещам. То есть то, что тебя, например, не раздражало, да, твой гормон может дать. Вот, голодные мы, да, мы так держимся, как бы вроде я голодный, хочу есть, такие вот, ну, как бы раздражительные и так далее. Но если у нас бомбят гормоны, да, то мы не сможем держаться в этот момент, ну, грубо говоря, да, у всех по-разному, кто-то и держится. И мы, нас начнёт бомбить, и нас начнёт рвать и метать, и мы будем думать, блин, уже раньше я так не реагировала на то, что я голодна, а теперь я готова убить просто кого-то, да, мне кажется, гормоны, они просто обостряют. Но причина всегда есть, потому что если что-то хорошее происходит, если идёт какой-то рост, ты растёшь, зарабатываешь много денег, вокруг тебя там парни просто один лучше другого, просто выбирай, кто будет твоим мужем, будущим там, отцом твоих детей. Подруги все такие прекрасные, да, дают свои вещи, просто так тебе, да, мы же любим девочки вот это, ну, к примеру, что-то говорю, дают тебе вещи, дарят тебе какие-то подарки, приглашают тебя куда-то, короче, всё к твоим ногам, к примеру, да, и в жизни как-то ты реализуешься, и именно то, что ты хотела, всё это, то, блин, с чего здесь, и у тебя ничего не болит, да, ещё тоже момент, с чего здесь грустить. А так, может быть, с виду всё хорошо, но какой-то немаловажный момент в жизни, который может тревожить. Денег недостаточно много, может быть, что-то болит, прям, не сильно, но не кайф. Может быть, как-то обстоятельства складываются, какие-то перемены в жизни, бывают, очень сильно влияют как перемены в жизни, да, на человека, смена работы, новые люди, вроде всё неплохо, но ты, блин, привыкаешь, тебя это раздражает. Короче, причина есть, и здесь совет быть внимательной к себе, заметить эту причину, и попытаться как-то её искоренить, поменять что-то, поработать над этим. Будете ли сына отдавать в подготовишку для школы в этом году? Сколько планируете в первый класс? Шесть или семь? Волнуетесь ли? Начнутся домашние задания, нервы? Так интересно вас в этой роли увидеть. Я планирую Денечку в сад точно не шести, я не гонюсь к тому, чтобы рано отдать ребёнка в школу, я посмотрю по нему, как он будет готов, не готов, но у меня ещё есть некие такие сомнения вообще, пойдём ли мы в школу, как это будет, потому что сейчас есть дистанционное обучение, и, в общем-то, я буду смотреть. Когда мы дойдём до школы, вот тогда я буду уже решать, что я буду делать со школой. Пока что я о ней вообще не думаю. Денни пойдёт в армию, спрашивает меня, я, честно говоря, к тому времени вообще не знаю, что будет в нашей жизни, и вообще, как всё может повернуться и сложиться. Не знаю. Ближе туда, к тому возрасту, мы уже посмотрим, само интересно. Вы перестали общаться с Крис? Почему? Она нашла себе новую подругу в лице Полины, часто проводит с ней время. Не думайте, что ваше поведение влияет на это. Девочки, мы не перестали общаться с Крис, мы общаемся с Крис, и я вам так скажу. Ну, с Крис у нас дружба такая, что вряд ли кто-нибудь когда-нибудь сможет нам друг друга заменить. Вот. Мне кажется, что мы друг для друга незаменимые. подруги могут быть разные, конечно, и новые появляться, и старые какие-то быть, но такие, какие мы есть друг у друга, у нас таких других не будет. Поэтому дружба у нас крепкая очень, она на супер-мега там уровнях каких-то идёт, так как мы с ней сплочены, да, и даже какие-то ссоры, которые были уже во взрослой жизни, одна вот такая вот у нас была ссора, да, и то, вот, мне кажется, мы так сделали выводы после этой ссоры, что теперь ещё трепетнее относимся друг к другу, и так трепетно относились, а сейчас ещё трепетнее, и больше понимания какого-то, мне кажется, ещё появилось. Поэтому я не переживаю. Кристина общается прекрасно, что у неё появляется, у меня меньше времени как-то стало вообще, ещё меньше времени стало выходить куда-то, как-то встречаться, да, и тем не менее мы стараемся как-то это делать, общаться по телефону там и так, и я рада, что ей не скучно, что есть с кем провести время, у неё много подруг, много знакомых, и к Полине я ни в коем случае не ревную, так что нашла себе новую подругу, новую подругу, ну, новая подруга Полина, также может появиться ещё какая-то новая подруга, я не против, мы с Полиной тоже общаемся, поэтому всё хорошо, у меня хорошее поведение, я себя хорошо веду. Бросишь YouTube, если станет совсем некомфортно и некогда заниматься каналом в связи с новыми людьми в твоей жизни, все заметили, что меньше времени уделяешь каналу и не отдаёшься процессу, как раньше. Да я не собираюсь бросать YouTube, я не представляю просто свою жизнь, честно говоря, без него, вот, просто, вообще пора, пора менять немножечко контент моего канала, я уже говорила вам, что я об этом думаю, мне хочется какую-то новую рубрику, и так, чтобы эта рубрика стала более главной, но, также мне важно, чтобы вам это нравилось, понимаете, чтобы вам эта рубрика была интересна, вот, а влоги постольку-поскольку, чтобы были, прям конкретные события, может быть, какие-то в моей жизни, а не так, что каждый день ты показываешь, да, даже когда ничего не происходит, тебе надо что-то показывать, и ты уже начинаешь там что-то выдумывать, да, не буду же я вам снимать, как я целый день лежу на диване, ну, таких, конечно, и нету видео, да, ну, например, когда я что-то делаю, я это снимать не могу, только прилегла, вроде могу видео показать, смотрю сериальчик, да, ну, как бы, нет, а, допустим, что я бегаю, что я планирую, что я делаю, я не хочу снимать, а это целый день занимает в моей жизни, то есть, это красть впечатления, я не хочу рассказывать о том, какие там видео я планирую вам снимать, так, немножечко я подснимываю это, но, не в целом, я не могу целый день это всё дело снимать. Короче, появились свои, конечно, нюансы, но канал бросать я не собираюсь. Возможно, я его немножко изменю формат, там что-нибудь. Посмотрим. Что помогает вам оставаться на энергии? Откуда берёте ресурсы для энергии? Вот, кстати, сейчас энергии всё меньше становится, но вы знаете, конкуренция. Конкуренция, красивые, ну, я думаю, что это конкуренция, да, красивые девушки, красивые тела, красивая жизнь в Инстаграме. Я подписана на очень много успешных девочек. Не знаю, как на самом деле их жизнь складывается. Думаю, что не у многих складывается именно так, как они показывают, но до мне, до этого и дела нет, честно говоря. Мне важно, что картинка меня вдохновляет, и я хочу жить по этой картинке, и я к этому стремлюсь. Меня это особо сильно так не напрягает, то есть это не какой-то загон жить по картинке, да, но мне приятно, что я могу реализовывать какие-то вещи в своей жизни, те, о которых мечтала. Вот, и они дают мне энергии, пока что так. Вот когда мне будет уже неинтересно, там, куда-то ехать, куда-то путешествовать, красиво одеваться, модно, дорого как-то, да, что-то, я не знаю, не каевают машину, не каевают делать ремонт в квартире, да, и всё меня устраивает. Я тогда, наверное, сложу ручки и ничего не буду делать. И энергии не будет на всё это. А зачем вот так? А пока у меня всё это есть, я не могу сложить ручки. Я хочу, 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 чтобы было у меня всё. Я хочу много денег. Вы где-то ещё работаете, или ваш основной доход — это канал, или помогает муж, или всё-таки блогерство высоко оплачивается. Блогерство — это мой основной доход уже несколько лет. Муж мне помогает, естественно, само собой, с самого начала блогерства. Но я себя чувствую вполне себе самостоятельно и независимо при всём при этом, потому что блогерство высоко оплачивается. Но, как сказать, высоко оплачивается. Блогер, блогеру рознь, я уже об этом говорила. Так как работаю я, так как снимаю видео я, в количестве таком, каком снимаю я, да, может быть, темы какие-то подбираю, вот это всё, то есть вся моя работа, два канала, видео каждый день считаете, да, то есть на одном канале сегодня, на следующем канале завтра, и вот так вот каждый день. Плюс я стараюсь видео какие-то всегда снимать, чтобы вам было интересно, обращаю внимание на просмотры, то есть если видео набрало немного просмотров, я стараюсь в следующий раз такое не снимать, либо если эти видео очень мне нравятся, только буду снимать, да. Ну, то есть я прислушиваюсь к аудитории, я всё время что-то штудирую, постоянно, постоянно делаю, постоянно снимаю, и, конечно же, это будет оплачиваться, естественно. Я не жалуюсь, мне моя зарплата нравится на блогерстве, да, и я чувствую себя вполне независимой, самодостаточной девушкой. Вы планируете в ближайшее время переехать жить, пусть и временно, в другую страну? Пока не планируем, но настолько всё непредсказуемо, вот реально, сегодня всё хорошо, мы вот здесь, я даже, кстати, задумываюсь о том, что не надо сильно прикипать, вот не надо вот что-то вот здесь заводить, какой-то бизнес такой, да, вот я со своим блогерством могу уехать куда угодно, да, есть такие планы, чтобы вот бизнес организовать и быть привязанным, там, наверное, к городу, и что-то мне эта идея не нравится, быть привязанным к городу. Я так смотрю, всё складывается, что, блин, в любой момент можно куда-то сорваться и уехать с такой жизнью. Так что, пока не планируем, но в любой момент можем уехать. Добрый день, интересно, изменилось ли со временем ваше отношение к собственным татуировкам? Не жалеете, если желание какое-то убрать, перебить или сделать новые? Нет, несмотря на то, что я человек непостоянства, удивительно, но мои татуировки, они мне нравятся. Во-первых, они все очень значимы и по сей день для меня. Вот эта татуировка, это вообще просто моё всё напоминание мне о том, чтобы я развивалась всё глубже и глубже в своих взглядах и, в общем, на абсолютном уровне, в общем, всё должно быть доведено. Что касается здесь татуировки, у меня вот Селена Свэй, ну как же, как же, как же, да, это блогерство, это мой канал, это вот часть моей жизни огромная, никак не жалею, она и красивая у меня, и татуировка Даниэл, имя моего сына, тоже, как, никак, ничего не хочу перебивать, всё мне нравится, не жалею. Заметили ли вы снижение активности на канале? Как думаете, с чем это связано? Нет, не заметила снижение активности только в определённые сезонные моменты, да, или, там, числа месяца, когда и так происходит это снижение. А в целом, пока что, всё так же, как и было. Привет, Селена, планируете ли с мужем второго ребёночка? Нет, не планируем, я пока не готова. Хотела бы завести собаку, по поводу собаки я уже говорила, что я бы хотела завести, но в частном доме, так что, я мечтаю о частном доме, но только, чтобы это было дополнение к квартире, то есть, когда мне удобно, мы жили в квартире, когда нам удобно, мы жили в квартире, да, вот, а когда хочется загород куда-то, хочется красивый, классный дом такой, вот, иногда смотрю такие сериалы, знаете, где прям особняки такие, огромные, прям огромные, так я думаю, смогла бы я, интересно, жить в таком, мне кажется, в нём так холодно, одиноко. Я была в таких домах, на самом деле, в Москве у меня очень много разных друзей было, и я была в таких домах, гостила в таких домах, ну, как-то вот, знаете, некомфортно, потом после такого дома приезжаешь к себе в халабудочку свою, да, и как-то тебе так уютно, под одеялком включаешь сериальчик, поэтому я бы, наверное, хотела дом частный, да, но чтобы он был такой маленький, уютный, я не знаю, ну, квадратов 200, наверное, максимум, это максимум, даже, что 200, ну, 150 даже, за глаза, мне кажется, хватило бы, и обязательно домработницу. Селена, твоё отношение к прививкам, и по-твоему, кто должен быть в семье источником дохода или поровну выкладываются? По поводу прививок, я это держу в себе, моё личное мнение, не хочу дебаты никакие там за и против, я знаю, что люди сейчас вообще делятся на два каких-то лагеря, знаете, там, противопрививочники или те, кто за прививки, я не хочу себя относить ни к кому, и поэтому вообще эту тему не обсуждаю и мнение свое не высказываю. А по поводу тому, кто должен в семье источником быть дохода или поровну выкладываться, я считаю, что всё-таки мужчина должен быть источником дохода. Изначально, когда у вас ещё нет детей, он как раз-таки должен показать себя, какой он источник дохода на будущее, да, и очень круто, когда он может позаботиться и вообще считает это нормой. Мне такие мужчины нравятся, очень импонируют с таким взглядом, да, когда он источник дохода, и он сам от этого кайфует, и только так должно быть. Вот. Что касается, когда уже ребёнок, тут вообще без вопросов, потому что на женщине, блин, и уборка, и готовка, и ребёнок, это трындец. Сколько сил, энергии отнимает и просто героини женщины, которые успевают всё, а ещё и работают сверху, а ещё и мужика своего тянут. Ну, это уже за гранью, короче, это уже нафиг не надо. Ну, может быть, если вдруг в жизни какой-то период такой небольшой, да, это, ну, как бы нормально. Но если в основном мужчина берёт на себя все эти расходы и тащит свою семью, и вдруг когда-то у него там что-то произошло, да, мы всегда должны быть на поддержке, понятно, мы женщине всё вывезем, да, но должны быть строки, как бы, да, и понятно, что мужчина должен быстро-быстро всё это дело решить. Как вы справляетесь с такими волнами хейта у себя в комментариях на YouTube? Да, если я захожу, вижу хейт, я просто тупо блокирую людей, которые пишут гадости, забываю, а уже вообще, знаете, вот как будто броня какая-то, вот оно как будто вот так, раз, а бронь ударилась и полетела дальше, и растворилась там в пространстве. Не знаю, уже привыкла, наверное, и они не трогают меня, они никак не меняют мою жизнь. Денег больше не становится, меньше не становится. Не, если бы больше было, может, я бы даже и любила хейт, но особо больше не становится, меньше, главное, не становится, да, как бы пока что, ну, как бы просто написали, высказались, я думаю, они сами написали и забыли дальше своими делами и проблемами заниматься. Что там до меня? Это сиюминутные, мне кажется, какие-то порывы. Есть, конечно, я думаю, какие-то люди знакомые, которые там знают меня, знают мою семью, и, может быть, даже со мной общаются, создают какие-то левые аккаунты, пишут какие-то гадости, потому что бывают хейтеры, пишут такие какие-то моменты, когда ты думаешь, блин, откуда это могут знать, или вот это могут знать, я вроде нигде не показывала, да, и ты, ну, как бы парятся люди близкие, вот, но кто это, что это, честно, даже не хочу разбираться, но проблема у человека, ему некуда энергию девать, пусть оставляют здесь в комментариях. Чуть-чуть подзарядила нашу камеру с вами. Продолжаем. Селена, кем видишь себя в будущем, или будешь идти по пути блогера, и может обучиться чему-то новому, сына в профессиональный спорт по плаванию отдать? Ничего не знаю еще насчет сына, потому что мы еще разные кружки не попробовали все, чтобы понять, что ему нравится больше. Пока что он просто плавает и плавает, а там уже видно будет. А по поводу себя, блогерства, я вижу себя в блогерстве, конечно. А что-то новое, ну, это все по ходу. Я всегда открыта к новым знаниям. Вот сейчас, в данный момент, я не могу сказать, чтобы я что-то прям хотела сейчас очень сильно изучить, новое. Я пока что довольна тем, что имею. Селена, привет, скажи, пожалуйста, вторая кошка, какого пола? Вроде как вначале ты говорила, что это девочка, а теперь барсик, и пару раз слышала, что это он, а не она. Да, это он, это оказался котом. Кот кастрированный уже был, вот, поэтому он стал барсик, бантик. Дэня сразу определил его пол. Тебе кровь уехала? Были ли у нее к вам претензии по воспитанию сына, ведению хозяйства? Ой, у меня с этим вообще повезло очень сильно. Нет претензий вообще ни от кого по ведению моего хозяйства и по воспитанию моего сына. Все шикарно. Добрый день, как вы относитесь к опозданиям? Не считаете ли, если человек не приходит вовремя, то это неуважение к вашему времени? Ой, ну, если это происходит среди как-то друзей, там, да, и близких, то я так остро к этому прям не отношусь, что типа вот неуважение к моему времени, если там мама, брат опоздал или подруга какая-то моя, я все понимаю, всему есть оправдание. Вот, если единственное, мы это видим систематически и в целом мы видим о друзьях, например, сейчас скажу, да, это не относится даже к родственникам, мне кажется, какие есть, такие есть, да, к друзьям, наверное, если это систематически и в общем вы видите к себе такое отношение, неуважение вообще в принципе, не только к вашему времени, но и вообще к вам как в личности, то тогда может быть стоит сказать об этом человеку, какого хрена? А так в целом, ну, спокойно отношусь к этому, если, конечно, мы на работу куда-то там устраиваемся или устраиваем кого-то на работу, и вот человек, я в принципе вижу тогда отношение к работе, насколько ответственно человек подходит к этому, это может говорить о нем, как о работнике не очень хорошо. Привет, Селена, вы делали наращивание ресниц, ламинирование ресниц, расскажите, что лучше, все плюсы и минусы, и хочется услышать про лазерную эпиляцию, противопоказания. Так, наращивание ресниц, ламинирование я делала, мне сейчас нравится ламинирование, конечно, оно не сравнится с наращиванием ресниц, потому что наращивание, когда делают, это больше объем, это больше объем, и какая-то там форма, ресницы гуще как бы, ламинирование, это наши реснички подкручиваются, то есть тут зависит от того, какой эффект будет больше от наших ресниц. Если у нас красивые пушистые ресницы, их завернут и покрасят, то будет вообще шикардос, да, если у нас реснички обычные, да, ну, просто будет такой эффект, их легче красить там будет, да, ну, так, ничего особенного в целом могу сказать, но зато не нужно делать постоянную коррекцию, в тот момент, когда попадали ваши ресницы, да, и они как-то криво сидят уже, тут как бы просто сошла ламинация, и ресницы стали такие, какие были, но поддерживать надо и то, и то, там раз в месяц, да, и коррекцию делают ресницы, ну, все по-разному, у кого как быстро все растет, вот, поэтому это только, мне кажется, попробовать и понять на ваши ресницы, что вам больше нравится. Про лазерную эпиляцию, я сейчас делаю эпиляцию, на подмышках хочу, чтобы полностью оттуда ушли волосы, вот, на ногах я когда-то давно сделала, у меня на ногах, на нижней части, это голень называется, да, волосы не растут, там, три волосинки, которые я убираю, а если даже их не убираю, забываю про них, то их вообще не видно. Добрый день, Селена, каково это жить хоть и временно с другими людьми, не буду называть их чужие, было ли тебе комфортно, когда мама твоего любимого жила с тобой, только честно, и как ты планируешь быть с мужчиной, который будет с тобой жить, ведь привычка жить одной тоже имеет место. Хороший вопрос, такой гипотетический, да, по поводу мужа, значит, смотрите, гипотетически по поводу мужа я имею в виду, что касается свекрови, абсолютно комфортно с ней жить, когда у человека есть отдельная комната, она мне только помогала, если честно, она была со мной, она мне помогала, как раз Денечка простыл в этот момент, а мне нужно было и работать, и куда-то поехать, и она с удовольствием с ним сидела, она с ним гуляла, так много, что я с ним даже так много не гуляла, она сразу нашла с ним общий язык, и он бабушка-бабушка, и вот последний раз водила его, оставляла, когда у неё, он прям с удовольствием остался у неё, прям вот любовь прям чувствуется, да, у них такая, вот, поэтому не мешала ни в коем случае, а помогала, вот, за что ей большое спасибо. Что касается жить с мужчиной, я не думаю, что это будет большой проблемой, вот, я думаю, что это будет довольно-таки комфортно, даже неожиданно комфортно, вот, ну, мы с мужем просто, мы с ним на одной волне, мы одинаково относимся к, ко многим вещам, и даже порой что-то может даже и удивлять, как одинаково, поэтому я думаю, что я себя буду чувствовать так же, как и чувствовала, возможно, только внимания нужно будет уделять, ему больше, да, но я себя буду чувствовать так же, как и чувствовала, естественно, классно и непринужденно, и никто меня не будет напрягать. Ты не боишься, что когда вы с мужем вместе будете жить, то твоя жизнь поменяется на до и после, что тебе нужно будет делить квартиру еще на человека, которого ты сильно любишь, но еще не живя вместе с ним в бытовухе, что ты была одна с сыном, а тут он появился, и не страшно ли тебе, что тебе будет тяжело научиться жить по-новому. Честно говоря, мне не было страшно, и не страшно сейчас, я думаю, что все будет хорошо, я практически в этом уверена. Юля задает вопрос, так ты с мужем уже живешь или нет? Что это такое ощущение, что он не рядом? И я не зря прочитала это, потому что очень много пишут, прям, прям 100% как будто мы живем вместе, прям как будто знают, да, кто-то пишет, что нет, и ощущение, что его нет рядом. Я не подтверждаю и не отрицаю никакие моменты. Хочется этот момент, хочется, может, короче, должно быть так, как оно сейчас есть. Просто доверьтесь мне, и если я вам интересна, как личность, просто, да, то, что я делаю, вам интересно за мной наблюдать, продолжайте это делать, вместе будет, все будет, короче, да, а если неинтересно стало что-то наблюдать, мои влоги, что они какие-то не такие, я какая-то не такая, то я никого не держу, соответственно. Конечно же, смотрите то, что вам нравится на ютубе, и я точно так же делаю, поэтому никаких претензий не должно быть взаимных. Добрый день, Селена, расскажите, что с вашим магазином? Помню, ранее арендовали помещение, ходили туда, нам показывали, что с ним сейчас. Помещение я перестала арендовать через какое-то время, от него отказалась, потому что у меня очень много покупателей просто по всей России. За два месяца, я не помню сколько, ну не два месяца, нет, я, сколько-то, короче, несколько месяцев у меня был этот офис. За эти месяцы, которые были у меня шоурум, ко мне пришло около трех ростовских клиентов, понимаете, да, все остальное у меня было отправлено онлайн, и это больше. Поэтому я подумала, зачем мне шоурум приходить туда вот это утром, отапливать по холоду, да, все это. И я перенесла все вещи. Плюс я поняла, что у меня нет времени еще этим шоурумом заниматься. Вот, поэтому я перетащила все вещи домой, и вот потихоньку наконец-таки их продаю, видео на втором канале с верхней одежды, с мега распродажей в моем шоуруме. Сейчас я хочу все вещи распродать, и все равно они прибывают, все равно прибывают, много-много вещей, и что-то мне подходит, что-то мне не подходит. Сейчас конкретно для шоурума я уже вещи не беру, я распродаю те, которые брала и закупала, да, но так как очень много вещей на обзоры, я много вещей продаю. Иногда я что-то не ношу, просто вроде бы взяла, себе нравится, но год-второй не ношу, я продаю. Сейчас я беру больше базовой какой-то одежды, которая более универсальная, так что, в общем, много что там есть, приобретайте. Какая была твоя первая машина, какой стаж вождения, что бы посоветовала новичкам? Первая машина у меня была Opel Corsa, трехдверная, стаж вождения у меня уже больше 10 лет, наверное, 11 уже, и причем непрерывного вождения, знаете, часто бывает, говорят, какой стаж вождения, а человек может там 2, 3, 5 лет или 10 все, не это, не водил машину, да, или водил с перерывами как-то, я же постоянный, то есть вот я получила права, я села за руль в этот же день и по сей день 11 лет я постоянно за рулем просто изо дня в день, поэтому я такой активный пользователь автомобиля, да, около 11 лет вождения. Что бы посоветовала новичкам? Да не бойтесь, все будет хорошо, главное, что у вас все хорошо с документами, у вас классная, надежная машина, у вас есть деньги на всякий случай, если что-то с машиной случится, машина ваша, если застрахована, особенно каска, вообще можно не переживать, ну и конечно, будьте аккуратны на дороге, детки, люди, как бы, время суток темное, будьте внимательней, а так можно не переживать, в правом ряду, медленно едьте, пока не почувствуете габариты, парковки, там все это дело, все хорошо, к этому быстро привыкаешь, и потом просто как на своих двоих, даже еще комфортнее. Привет, Силь, что с английским каналом? Если его нет, зачем о нем было говорить? В общем, выглядит странно это. Опять вот, пытаться на чем-то меня поймать. У меня уровень примерно такой же, как у тебя. В школе вообще учила французский язык, на английский ходила, полгода на курсы, уже осознанно учила, понимала, о чем речь, но забросила. Потом было интересно начать заново, вместе с нормальным подходом, и не выходя из дома. Ну, а если нет, то в чем смысл говорить про этот канал? Слушайте, ну, Вики, во-первых, люди могут говорить, в общем-то, сейчас скажу, они могут говорить что-то, что в их голове сейчас, о чем они переживают, и тревожат. А через неделю это может быть совершенно неактуально, и они могут передумать, например, что-то вести. Зачем человеку предъявлять? Зачем он говорил тогда о своих планах, о том, что у него было в голове? Зачем тогда вообще разговаривать? Да? Так, короче, если не будет стопроцентной реализации канала, вообще, зачем тогда об этом говорить вообще? Что за балабольство? Да? Так, Вики, вы, наверное, думаете. Ну, ладно. Претензия. Канал мой есть, на нем есть несколько видео, но, к сожалению, уж третий канал очень тяжело вести, особенно на английском языке, которым я не супер вот так владею, да, и поэтому, когда я монтирую видео, у меня очень много переведенных роликов, около 20, наверное, и когда я сажусь монтировать видео, у меня очень сильно напрягается мозг, он напрягается намного сильнее, нежели когда я монтирую свои обычные ролики, поэтому, чтобы мне подойти к английскому ролику, хотя я его довольно-таки быстро делаю, просто такая большая концентрация, бывает, у меня, нет, я говорю, нет, нет, давайте завтра, а завтра снова какие-то дела, ну и, короче, очень редко туда выходят ролики, и я говорила, что я не собираюсь пока что афишировать этот канал на русскоязычную аудиторию, во-первых, мне хочется, чтобы там англоязычная аудитория была, это один момент, во-вторых, мне, как бы, знаете, интересно заново набрать и посмотреть, как мои ролики будут набирать подписчиков и так далее, и вот когда у меня там ноль подписчиков было, я вообще никому об этом канале не говорила, блин, это так волнительно, тревожно, и так сложно сейчас вести каналы, девочки, очень сложно, короче, я веду канал, первый подписчик, первые просмотры, два, три подписчика, я радуюсь, я радуюсь, несмотря на то, что у меня сейчас там два канала достаточно больших, можно сказать, там, да, относительно, всё понятное дело, но сейчас, так как это очень сложно развивается, да, уже, потому что конкуренция большая, людей много, блогеров много, зрители с претензиями, с такими разными, очень сложно, и я заново радуюсь, как ребёнок, первым подписчикам, у меня сейчас на моём англоязычном канале, я даже сейчас, знаете, посмотрю, ну, просто ради знаний, вам скажу, пять подписчиков, пять насобирались уже, вы понимаете, это, это, 73 просмотра на одном видео, 45 на другом, это невероятно, конечно, нужно вести, нужно вести канал, он у меня идёт, он работает, но пока что я о нём не готова, я прям хочу под насобирать подписчиков, я хочу посмотреть, сколько и как это с нуля, чтобы у меня был опыт, чтобы я говорила о том, как это сложно, но это уже сложно, но опять же, нужно работать, работать и работать. Будете ли вы официально расписываться с мужем? И если да, то хотели бы шикарную свадьбу или просто скромный поход в ЗАГС? Точно шикарной свадьбы я бы не хотела, скромный поход в ЗАГС, что касается росписи, да, это будет максимум там какое-то платье, просто торжественно, да, там и вдвоём как-то отметить этот день, там или с родственниками, вот так собраться там, да, и подотметить. Ну, я думаю, что мы даже никого не будем звать, если когда мы пойдём в ЗАГС, мы никого не будем звать, ни мам, ни пап, вообще вот как бы просто расписаться и просто там сфоткаться где-то на память, вот этого дня, а вечером уже соберёмся, вот, а что касается самого вот этой красоты, платья, это, это, мы вообще бы хотели, чтобы это было где-то на море, на пляжу, летом, как бы, ну, короче, вообще это не обязательно день в день и не обязательно в этот же год, короче, когда будет возможность, тогда и сделаем, поэтому, скорее всего, тогда скромный поход в ЗАГС. Сколько лет вашему мужу и кто он по гороскопу? Муж, мой старший, мне на два с половиной года, ему будет, так, если мне 36, ему будет 39, вот, а по гороскопу он стрелец. Селена, после уколов ботокса не было ли у тебя неприятных ощущений? Не казалось, что брови опустились? Не было ли отёков на глазах? Нет, у меня всё было нормально, единственное, когда я улыбалась или фоткалась, какая-то непривычная мимика была, мне казалось, что как будто какая-то не я, немножко на себя не похоже, вот, и если я буду делать ещё в следующий раз, то я сделаю не так, чтобы, знаете, вот так прям, раз и не шевелилась, а немного меньше, чтобы всё-таки мимика какая-то осталась, ну, сейчас мне нравится, может, я уже привыкла, конечно. Когда планируешь завести ютуб-канал новый и делать обзор на детские игрушки? В будущем? Пока не планирую, пока что тяжко мне, два канала всё-таки. Привет, если бы ты была на месте своих подписчиков, смотрела блогера, как и ты, какой вопрос бы задала, что было бы интересно, и если не ответили, расстроилась бы? Слушайте, ну, я смотрю в инстаграме кого-то, да, я задавала вопросы, я прекрасно понимаю, когда блогеры не отвечают, особенно если они такие более крупные, допустим, чем я, в инстаграме я просто представляю, у них, наверное, завален директ, это вполне понятно себе, если мне не ответили, я думаю, мой коммент даже просто не увидели, или моё сообщение. Очень приятно, когда отвечают, думаешь, нифига себе, я же даже не ожидала, что ответят, такое бывает. Приятно, даже когда ответят просто без смайликов, или просто хотя бы лайк поставят, я, например, чуть-чуть хорошее написала, и просто вот лайк поставили, мне бы приятно было. Поэтому я тоже, если у меня нет времени отвечать, сильно разглагольствовать, я тоже ставлю девочкам лайк, что я увидела сообщение, да, вот, я думаю, что им тоже будет приятно, так же, как и мне было когда-то приятно. А какой вопрос бы задала? Ну, это зависит от блогера, вот, сейчас не приходит ничего в голову. Довольна ли ты новым авто? Расскажи плюсы и минусы. Я довольна в целом новым авто, потому что я себя чувствую в нём, на самом деле, очень так круто, да, отношение на дороге к этому автомобилю тоже совершенно другое, то есть я себя чувствую, как раньше, когда ты едешь в хорошей, крутой машине, и как бы уважение на дороге есть. Другой момент, она довольно-таки крупненькая для меня, машина эта, я её чувствую, в ней очень комфортно внутри, но, с другой стороны, всё равно какая-то она большая, еду такая, как в корабле, как в танке каком-то, да, и, наверное, это не совсем там 100%, я бы сказала, моя машина, да, она мне нравится, всё круто, но не совсем моя, моя, наверное, что-то поменьше, как не хотелось бы думать по-другому, потому что я раньше хотела себе вообще какой-то большой танк, и мне очень нравится, когда я еду, там вижу Escalade, 200-ый, по-моему, Cruiser, там, да, здоровые такие тачки прям, и мне и Hammer когда-то нравился, сейчас не нравится, но сам факт, что большие машины меня всегда привлекали, и сейчас вот я езжу, и понимаю, что, ну, большая, большая машина, да, она мне нравится, я бы хотела на ней ездить, но, наверное, не за рулём, вот так, вот, и всё-таки присматриваюсь к другой машине ещё, ну, я ещё не ездила на Мерседесе, мне бы хотелось поездить на Мерседесе, может быть, на BMW, Infiniti мне очень понравилась, вот та, которую мы смотрели, я вам не знаю, показывала её или нет, Q50, по-моему, седан, она очень конфетка, конфетка, свеженькая, вот, ну, вспоминаю я о ней, единственное, что там заднеприводная она, я хотела бы полноприводную машину, вот, это у меня полноприводная, а так всё нравится, в целом всё нравится, она ест немного, довольно-таки экономично, едет хорошо, тихо, быстро, вот, просторно довольно-таки, внутри, на заднем сидении, правда, не очень просторно, большой, большой багажник, что ещё, всё классно, короче, мне нравится, но это не последняя машина наша, точно, ну, и много-много вопросов, конечно же, про мужа, с кем вы живёте, своей ли семьёй, будут ли семейные влоги, хочется вас видеть полной семьёй, и так далее, так далее, как я уже ответила, да, на этот вопрос, мне очень печально, конечно же, честно говоря, я с одной стороны, понимаю любопытство, всё это дело, да, но с другой стороны, мне немножко печально, когда становится какая-то вещь, которую человек не хочет говорить, афишировать, да, и почему-то она становится такой важной, что потом тебе прилетают какие-то претензии, обвинения в том, что ты какая-то неискренняя, фальшивая, там, и так далее, но в принципе, ни один человек, блогер-то он-то будет, или не блогер, он не рассказывает о себе 100%, всё, это, блин, только может быть близкие подруги, и то даже бывают близким подругам, какие-то вещи ты тоже не рассказываешь, почему нужно обвинять человека в неискренности, от того, что он не хочет рассказывать какие-то вещи, тем более, блин, вы не понимаете, вот одно дело, когда ты перед своими близкими, да, кого ты знаешь людьми, там, где-то раскрываешься, открываешь, я же не скрываюсь, когда я хожу где-то по улице, да, я ничего не скрываю, можно увидеть меня с моей семьёй, там, да, где-то на улице, но с другой стороны, когда ты снимаешь видео, показываешь всё это, что-то говоришь, это более большая аудитория, понимаете, это города и страны, это интернет, вот, и не всегда это может быть полезно, не всегда это может быть нужно, вот, это может быть не на пользу, поэтому из каких-то личных соображений я не пускаю вас туда, куда не нужно пускать, и это моя собственная безопасность, почему я, почему я в этом смысле какая-то становлюсь сразу неискренней, это не какая-то там моя прихоть, вот там, не хочу вот так вот, и всё, ну, не надо, не надо, не могу я ничего сказать, ничего сделать, ничего показать, тема эта закрыта, ну, по-моему, у меня на канале, во влогах, да, я же много чего интересного рассказываю и показываю, ну, как бы, помимо семьи, я, в принципе-то, семью и не показываю, и стараюсь о ней не говорить, да, стараюсь, но какие-то моменты, прям вот хочется сказать, именно вот так, я их говорю, короче говоря, это видео вопрос-ответ, это просто для моих зрителей, которые просто любят меня, просто хотят что-то послушать, обо мне, может быть, какие-то ответы будут другие, там, на какие-то вопросы, может, какие-то новые вопросы, вот, ну, просто лишний раз меня увидеть на каком-то новом фоне, с новым макияжем, с новой кофточкой, я просто вот сейчас вот вам что-то рассказываю, короче, это для моих зрительниц, которые спокойно относятся к моей личной жизни, им просто интересно, что происходит, и они просто наблюдают то, что наблюдают, короче, респектос вам всем, девочки, большое спасибо, что остаетесь со мной, вот, ну, а так все меняется, конечно же, и все еще поменяется, поэтому будет как будет, о, моя тетя звонит, все, я с вами прощаюсь, люблю вас, целую, до следующего видео, подписочка, лайк, комментарии, жду, и увидимся в следующем влоге, и еще ремонтик у меня тут будет, До свидания. До свидания. , Субтитры сделал DimaTorzok